Всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. В сегодняшнем видеоролике я бы хотел посвятить довольно значимой дате для меня, которая, ну, даже не дата, а цифра, да, которую вы видите на своих экранах. Это 111-я почти легенда, мне до неё остаётся всего лишь 300 опыта сегодня. Я бы хотел её получить именно на видеоролик, поговорить о том, как вообще продвигается у нас в последнее время вся эта темочка с легендами, да, как у нас опыт идёт, я уже об этом, конечно, говорил. Но затронем, может быть, ещё раз определённые моменты, по которым я уже говорил, возможно, ещё расскажу какие-то моменты, которых вы ещё, может быть, и не слышали из моих уст. И расскажу о дальнейших планах, что я вообще думаю по этому поводу. Собираюсь ли я идти дальше вообще по легам, да, что у нас сейчас по опыту? По опыту у нас сейчас в игре их с четвёрочкой, если дополнительно дают какой-нибудь повышенный фонд, то там уже иксович-то не четвёрочка, а восьмёрочка, соответственно, с премочкой это икс-12, опыт мчится просто нереальнейше быстро. И, соответственно, уже мысли о том, что я когда-то говорил, что я стормознусь там на сотой легенды через пару-тройку лет, когда опыт у нас не шёл, забываются сходу с мига, и ты понимаешь, что ты реально идёшь вперёд, реально идёшь к 123-й легенде. Это та легенда, которая, ну, наверное, будет самой, наверное, значимой для меня, даже сотой не является столь интересной. Всё-таки все те три циферки, которые у меня имеются в никнейме, если они ещё совпадут с моей легендой, это будет прям реально что-то крутое и красивое. Но 111-я легенда, как по мне, тоже 3 единички, очень красивое число, которое мы сегодня вместе с вами уже прямо сейчас получим. Остаётся у нас всего лишь 110 очков, вернее, опыта до получения звонки. Я, к слову, последние все звонки вообще получал в матчмейкинге, где-то там на стримах, особо вообще не акцентировал внимание на получение легенды, но эту легенду я, конечно же, хотел запечатлеть на видеоролике, и вот она у нас имеется. Вот такая вот красивая, сочная легенда. Что касаемо получения моих званий, я вам скажу, что в последнее время я их стал получать значительно-значительно быстрее, нежели это было раньше, и, конечно, многое зависит от тех иксов, которые сейчас у нас имеются в игре, и, соответственно, получение каждой новой звонки даёт дополнительный кристальный баланс, который мне сейчас очень даже необходим. Как вы знаете, я прокачиваю дроны, и у меня вот сейчас, если имеется 700 тысяч кристаллов, плюс я чуть-чуть подкапливаю кристаллы с каждой полученной звонки, в дальнейшем я их, возможно, там накоплю какую-то там десяточку сразу, чтобы красиво плюс, например, 400 кусков себя плюсануть, и сразу кину их на микропрокачку, как только мне это понадобится, потому что я уверен, что наступит тот самый момент, когда у меня просто-напросто не будет кристаллов, и мне придётся их откуда-то брать. Сейчас я уже и открываю контейнеры, хорошо, что есть копицы ещё недельные контейнеры, из которых будет дополнительный кри, соответственно, я свою прокачку в данный период времени буду продолжать, 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 и я надеюсь, что я дойду до фулл прокачанных всех дронов, и на этом как бы успокоюсь. Но сегодня не об этом, сегодня, конечно же, о легендах, и если подумать о том, когда я вообще смогу дойти до 123 легенды, это всего лишь 12 легенд, с тем раскладом, то что сейчас у нас довольно большое количество акций, и всяких интересных в игре происходит, я могу констатировать тот факт, то что эту 123 легенду, по сути, можно поднять за довольно короткий промежуток времени. Примерно пару месятишков, и это будет вполне реализуемо, даже не особо жёстко катая в игру, да, то есть это не особо упарываясь, если, конечно, там упороться, можно там и за месяц, грубо говоря, поднять эти все легенды и дойти до этой цифры. Но у меня, как минимум, сейчас никакого сверхорвения и желания нету, дабы куда-то там торопиться, и дабы быстрее там фармить, 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 фармить эти легенды. Я, конечно, хотел бы ещё бы сказать про то, что когда-то у меня даже с тем, например, Артёмчиком была разница в 40 легенд, сейчас он меня уже обогнал по легенде, и это констатирует тот факт, что сейчас легенды поднимаются, ну, максимально элементарно и максимально просто, если же раньше на это дело нужно было даже хоть и в какой-то период времени не тратить столь большое количество времени, то сейчас это сделать ещё проще. Соответственно, если вы идёте к каким-то там своим целям по легендам, то вы их сможете отлично и быстро реализовать. Поэтому вопрос остаётся в силе, возможно, даже стоит мне его вам задать, как вы думаете, через сколько я вообще смогу дойти до этой 123-й легенды, а возможно, может быть, стоит мне особо сейчас не получать опыт, а потом просто взять и остановиться на 123-й, и как-то попытаться её засейвить, сохранить. Хотя, скорее всего, у меня этого не получится сделать, потому что до 123-й легенды с такими темпами, с такими иксами, если каждый там месяц или пару-тройку месяцев будет его повышать, то я думаю, что эта легенда там улетит до 150-й, а может там и дальше за довольно короткий промежуток времени, и я никак засейвить свою 123-ю точно не смогу. До 200-й не знаю, друзья. Многие спрашивают меня, сможет ли ты либо дойти там до 200-й, да это же, наверное, изи, давай до 200-й. Но сами понимаете, что я сейчас не катаю столь большое количество времени ни в матчмейкингах, ни в каких-то других боях, да, больше турниры, больше те вещи, которые мне больше приносят удовольствие, поэтому я не думаю, что до 200-й легенды в ближайшее время точно я смогу дойти. Возможно, будут какие-то вещи, которые меня в дальнейшем замотивируют и сподвигнут, сподвигнут, нифига себе, вот это слово хотел выговорить, но что-то у меня сложно получилось, сподвигнут на 200-ю легенду. Но пока явно у меня такого никакого рвения и желания нет. Посмотрим, подумаем. Возможно, в дальнейшем сможем там какую-нибудь цель лайков, например, набрать на видеоролики и, соответственно, уже тогда попытаться как-то сделать какие-то новые рекорды. Потому что я думаю, что сейчас с такими иксами эти рекорды сделать максимально просто. Даже по скорости, за сколько можно поднять одну легенду, мне вот даже самому интересно, за сколько можно вот сейчас взять и просто поднять одну легенду. Наверное, на это в данный период времени придется потратить один стрим, один полноценный стрим. Если у нас закатку в среднем можно по пятерику получать на иксах, по пятерику на иксах 40 боев, да, полноценно 40 боев скатать. Да, можно за один такой хороший стримочек, я думаю, что даже попробовать это сделать. Если вам это, конечно же, интересно, можете по этому поводу написать в комментариях. Я, возможно, для кого-то сегодня в этом видеоролике не особо говорю какие-то интересные вещи, но все-таки, как по мне, легенды и все, что связано с ними у меня, не является столь актуальной темой для постоянного размышления. Все-таки я практически всегда акцентирую внимание на игровых параметрах, но все же какие-то свои определенные знаменательные цифры хотелось бы мне также как-то документировать, как-то освещать и рассказывать то, что я думаю по этому поводу. Поэтому для кого-то этот контент интересен, для кого-то нет, но, как по мне, он просто неприемлен, и о нем надо хотя бы хоть на чуть-чуть задумываться, смотреть. Понятное дело всем, что сейчас, возможно, это не столь интересно за счет того, что легенды поднимаются максимально быстро, и я вообще уже в последнее время не акцентирую внимание на каждой легенде, потому что я как бы его получил, да, и да, меня там поздравляют, типа красавчик, поздор, там, новую легенду поднял, а я просто, знаете, как уже мимо них прохожу и думаю, ну и пофиг, там легенда новая, новая она там поднимается за пару дней, да, у меня. И я думаю, что ну и пофиг, новая и новая, да, кристаллы получил дополнительные, ну и как бы и хорошо. Но по большому, конечно, если уж смотреть на все это более масштабно, нужно, конечно же, понимать, что когда ты получаешь, например, такую 111, да, легенду, и все те ребята, которые следят там за какими-то красивыми цифрами, это, конечно, очень значимо и очень круто, когда такие моменты ты можешь просто запечатлеть, рассказать по этому поводу и связать еще с каким-то подобным видеороликом. Поэтому, друзья, идем дальше. 123 легенда не за горами. Я надеюсь, что совсем скоро мы до нее доплывем. Может быть, это будет в ближайшее время, может быть, это будет немножечко подольше, да, и не так быстро я до нее сумею дойти. Но сегодня одна маленькая ступенечка уже поднята. 111 легенда уже получена. Совсем недавно была сотая, уже 111. Движемся дальше. Возможно, мы дойдем до 200. Кто его знает, что будет у нас дальше. Возможно, дальше будет x15, x20, x-ы, опыты, там за пару часов будут подниматься просто новые легенды. И в дальнейшем даже 200 станет изи-каточный. Но это все, наверное, уже где-то в другом мире, в другой вселенной. Потому что я надеюсь на то, что это последние повышенные x-ы, и больше этого точно не будет. Потому что в дальнейшем я буду очень жестко негативить по этому поводу. Я и сейчас считаю, что это очень большой x, который, ну, уже должен тормозиться. Должен тормозиться, выше поднимать будет просто максимально бессмысленно, потому что довольно большое количество игроков поднимают быстрозвание, но вооружение как такового нормального не имеет. Поэтому не стоит уж так жестко его поднимать. И я крайне негативен по этому поводу. За исключением того, что я могу поднимать на своем основном аккаунте легенду, да, и как бы это все дело документировать, освещать и позитивно. Вот такой вот видеоролик у меня сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, поддержите его лайком. Если не зашел, то можете написать по этому поводу в комментариях, как всегда. Как вы любите, он говорит, что там ценя о чем, все шляпа, какие там видосы опять одно и то же, опять ничего неинтересного. Ну а если зашел, то поддержите, мне будет очень приятно. Если не подписаны на канал, то тоже подписывайтесь. Как я уже говорил ранее, идем к заветной десяточке, поэтому каждая подписка очень важна для меня, если честно. Спасибо, кто поддерживает, мотивирует. С вами был мистер Ванька. Не забывайте прожимать колокольчик. Видосы не будете никакие пропускать. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok